что будет с твоим стон айландом спустя год активной носки буду жаловаться на этих итальянцев короче друзья в этом какой короче у кого короче у меня или у семёна это дело в том что у меня очень скудный вокабуляр в этом ролике я буду жаловаться на проклятых итальянцев массимо оси карл реветти а самые главные обманщики вспомните ровно год назад с чего начался канал шмот народ с того что мы поехали в длт и потратили 30 тысяч рублей на вот эту вот тряпку я ее конечно люблю но как настоящий любитель тряпок от стон айланда я буду эти тряпки ругать это как настоящие патриоты только у патриотов есть возможность называть россию хреновой страной потому что здесь есть минус это как только не называть не так же только андрюха бондарев может говорить что стон айланд говно и его носить ну смартусами та же тема короче пацаны смысл в том даже нет не так что будет с новым стон айландом спустя год активной носки и я даже не говорю про активный там гей секс за 300 бакс вот в этом шмотке просто если ты носишь ее хотя бы пару раз в неделю она покроется вот такими вот ужасными карточками этапа мы его брили раз несколько вот смотри какой огромный блин катышек это предводители и благодаря конечно красивому солнышку которая лежит мне прямо в мою моську эти катышки видны не так сильно но они пипец как круто видны если шмотка надета на мне и свет падает сверху потому что эти несчастные катышки отбрасывают тень естественно и выглядят очень хуёво это не все нюансы которые вас ждут когда вы будете носить с тун айланд потому что этот стон айланд из шерсти как бы ты его не стирал насколько бы ледяной воде он будет ежеразно что он будет постоянно после каждой стирки садиться после часа носки снова растягиваться но ты типа только постирал стоник он пахнет вкусным да не каким-то там мужским потом конечно что тоже на самом деле вкусно пахнет кондиционером с лавандой но ты в него вылезаешь и ты как будто в лес в стринге своей младшей сестры вот настолько тебе да и как бы ты ходишь вот так вот короче час ждешь пока шерсть растянется обратно я думаю что это проблема не всех стон айландов но многих напомним да что это 100 на его 75 коллекции я его носил этот стоник ну наверное за весь год за все 365 дней ну типа я его надевал наверное раз 50 стирал я его наверное раза четыре и ну да я грязнули и он садился типа но самый главный лайфхак поскольку это теплая шмотка которая одевается преимущественно зимой чтобы ее реже стирать чтобы она меньше изнашилась ты просто надеваешь под нее футболку футболка впитывает твои потные аномальные пары спермы и не заванивается и ты ну ты это пикнешь да нет я угромчу сперму и из-за этого ты можешь стирать свой стоник реже он будет меньше изнашиваться но все равно даже если ты за ним ухаживаешь он покроется карточками которые тебе нужно будет брить и у тебя будет ощущение того что ты в рабстве своего стон айленда поэтому ребята покупайте стон айленд не за фул прайс и только в шмоте в народ а как еще а где-то в стонике кроме шмотов народ продаются я даже не знаю такие но только стоник шмот народ а еще еще вы видите вот рукава подвернуты знаете почему потому что это стоник с размера и у него почему-то очень короткая нижняя резинка и очень длинные рукава и получается ты как будто дементор короче летаешь у тебя резинка до пупка а рукава длиннющие ну и естественно ты просто берешь и подворачиваешь рукава как настоящий православный модник пиздец что ты скажешь семян про эту шмотку 30 тысяч рублей в прошлом году за него поехали снова в длт съездим в сентябре я не откуда вы сможете закрытый дроп уже был скорее всего будет скоро закрытый дроп подписывайтесь нужно же в длт ехать покупать новую тряпку чтобы потом ныть что она сломалась за год носки все пока о боже нет семён украл у меня стон айленд очень хороший стон айленд никаких катышков все ношу каждый день каждый день и вообще все что вы видите это иллюзия это все пиндосы придумали чтобы разложить русскую нацию на катышки вот видите их не существует но как говорил великий ужасный семён катышки на свитерах это хорошо потому что если они образуются значит свитер еще достаточно новый чтобы у меня был материал для катышки это еда для моли мы же добрые люди мы подкармливаем всех включаем 5 процентов в приют полянка и 10 процентов в приют по спасению молли по пошлой мое